В 1941 году на территории современной Украины появляются бафоны. Что такое бафоны? Бафоны это денежные суррогаты, квазиденьги, военные деньги, как угодно их можно называть, которые в то время выполняли очень ограниченную функцию денежного обращения, а скорее служили свидетельствами того, что население добровольно, принудительно пожертвовало какую-то определенную сумму на поддержание либо ОУН, либо УПА. Бафон это сокращенно боевой фонд. В некоторых регионах они назывались бифоны, в некоторых боофоны, но суть одна и та же. До 1943 года по своей сути бафон это было свидетельство того, что человек пожертвовал определенную сумму денег. Пожертвования были действительно добровольные, люди охотно поддерживали украинскую повстанческую армию, либо боевые отряды ОУН, в разное время это по-разному называлось, как могли. Но с 1943 года начинаются проблемы с финансированием, партизанское движение ОУН-УПА становится все более массовым, а денежного обеспечения становится все менее и меньше. И бифоны служат свидетельством того, что человек пожертвовал добровольно, принудительно определенную сумму денег. В некоторых регионах вводились даже как налоги, определенные для населения, сколько каждое хозяйство должно было пожертвовать денег, то есть платить в виде налогов на содержание ОУПА. Налоги были эти нерегулярными, поскольку УПА не контролировала постоянно все эти районы, и скорее потом переросли в реквизиционные обязательства. То есть заходил партизанский отряд, отбирал что ему надо, выдавал взамен бафоны. Этим, в принципе, такими выдачами бафонов отличались они от бандитских формирований, которые в то время и появились. В зависимости от того, где происходила деятельность ОУН УПА в то время, бафоны имитировались в совершенно разных денежных единицах. Первые появились в 1941 году и были номинированы в Краковском злотом. Потом появились номинированные в немецких марках, австрийских шиллингах и советских рублях. В советских рублях самое большое число бафонов было выпущено, поскольку основная борьба ОУН УПА началась с конца 1943 года и продолжалась до 1956 года с советской армией. Бафоны печатались в зависимости от регионов, как я уже сказал, в совершенно разных условиях. Некоторые печатались в очень хороших полиграфических условиях, а некоторые печатались в полевых типографиях, а зачастую даже просто вырезались в лесу на деревянных досках. Из ясеня, как правило, эти доски были. И они получили название СНФки. Умелец вырезал клише и на нем откатывалась бумага. Были многоцветные бафоны, были одноцветные. Тематика была совершенно разная. Зачастую бафоны несли агитационную функцию. Там изображались герои национально вызвольной борьбы Украины. Бафоны выпускались каким-то праздником, какой-то годовщине создания ОУН УПА, какой-то годовщине создания украинской державы, какому-то событию, связанному с объединением украинских земель. Очень часто выпускались к религиозным праздникам. Особенно ОУН УПА выпускал «Любить бафоны» к Пасхе. И пасхальных выпусков чрезвычайно много. Особенно нравилось использовать лозунг в этом. «Христос воскрес, воскресная и Украина». Таких выпусков очень много, как я сказал. Размеры бафонов были совершенно разные. Самые маленькие бафоны были отпечатаны в размере 25 на 35 миллиметров. А самые крупные по размеру бафоны были отпечатаны в Драгобыче. И размер их составлял 110 миллиметров на 216 миллиметров. Номинал их был 25 рублей. Буфонам отношение у населения было совершенно разное, особенно в разные периоды истории. До 1948 года действительно население Украины очень сильно поддерживало ОУПА. Выходцы из сел были в этих партизанских отрядах, родственники. Да и искренне люди желали восстановления украинской независимой государственности. Войскам УПА действительно даже жертвовали многие вещи. Хотя колхозникам жилось очень тяжело. Хотя крестьянам этих территорий жилось очень тяжело. Крестьянские хозяйства были разорены войной. А советская власть с приходом на эти территории с целью лишить УПА материальной базы максимально ужесточила налогообложение крестьянских хозяйств. Среднее крестьянское хозяйство в то время должно было платить налогов советскому государству в районе 2-3 тысяч рублей. Это было очень большие деньги. Практически все деньги уходили на уплату налогов, а еще и были обязательные государственные займы. Среди распространителей буфонов было разное отношение к крестьянам. Некоторые искренне уговаривали через агитационную работу подпишись на наши буфоны, заплати нам. Кстати, за время существования буфонов с их помощью было собрано, реквизировано по разным оценкам до 17 миллионов рублей. Это большие деньги. Население по-разному относилось к хранению буфонов. Как бы многие верили, что когда украинское государство станет независимым, то взамен их пожертвований, реквизиционных квитанций им будет выдано эквивалент в новых украинских деньгах. И поэтому хранили такие буфоны. А некоторые очень боялись буфонов. Потому что если при обыске НКВД-исты находили буфон, то очень запросто могли расстрелять за связь с бандеровским подпольем. Кстати, мало кто знает, но в украинской повстанческой армии было два крыла. Были бандеровцы, а были мельникивцы. Бандеровцы очень активно выпускали буфоны. А вот мельникивцы очень редко прибегали к этой практике, поскольку у них были свои хозяйства, и они занимались собственной экономической деятельностью. Выпускались буфоны и за рубежом, то есть среди украинской диаспоры, происходило распространение таких буфонов, как добровольно-принудительное, зачастую добровольное. И, кстати, выпуск буфонов продолжался еще долгие годы, до 90-х годов, до формирования украинской государственной независимости. Диаспора собирала деньги, но, естественно, они уже не шли на боевой фонд, а скорее шли как своего рода фонд поддержки воякам бывшего УПА, которые оказались на Западе. С 1952 года выпуск буфонов практически прекращается, поскольку, собственно говоря, НКВД совместными усилиями с агитаторами подорвали базу УПА, и военное сопротивление отрядов УПА сошло практически на нет. По некоторым свидетельствам, бандеровцы, оказавшиеся в сталинских лагерях, в Аркутинском лагере, в Семенопалатинском лагере и прочих-прочих лагерях, выпускали в лагерях свои бафоны, которыми там фиксировали пожертвования на украинскую борьбу. Так это или нет, достоверно неизвестно. Многие серьезные исследователи считают, что это не более чем миф, хотя я склонен считать, что бафоны выпускались, но не сели они скорее агитационную функцию, которая показывала жителям лагерей, заключенным, что украинская повстанческая армия не сломлена, что она продолжает жить в подполе, и вот это как свидетельство о его существовании. Вот такая история о кратком периоде обращения бафонов в Украине я сегодня и хотел вам рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok